Здравствуйте всем и приятного аппетита! Вот я стояла и думала, что же я сейчас должна спеть, учитывая такой маленький временной объем, и чем с вами поделиться. И услышала вот этот замечательный тост и троекратное «Ура!». Мы с мужем, он сейчас выступал перед вами, во второй год ездим на Донбасс. Второй год ездим на Донбасс, мы выступаем перед жителями, перед военными, ну вот как получается. Очень у нас наладились хорошие отношения с ополчением. И вот песню, которую, услышав ваш тост, мне захотелось вам спеть, она написана совсем недавно, написана как письмо, письмо другу в ополчении. Песня сейчас полетела по сети интернет, и в Донецке, и в Луганске ее поют, ее очень полюбили. Она называется «Здравствуй, Леха!». Здравствуй, Леха! А в Москве сегодня дочи. Говорят, что по прогнозам будет дождь. Дождь в каком-то смысле. Это даже лучше, если долго у окна Кого-то ждешь, просто ждешь, без объявления причин. Беззаветно, беззастенчиво, всерьез. Даже если он совсем не твой мужчина, Что в каком-то смысле даже не вопрос. Знаешь, Леха, а в Москве сегодня тише, Чем в Луганске, с которого порой Проплывают в небе сорванные крыши Облаками над осенью Москвой. Там у вас сейчас совсем другое небо, И не тучи над республикой, а дым. Но для тех, кто на войне ни разу не был, Этот дым со смертью малосовместим. Знаешь, Леха, а в Москве ветра подули И сорвали чью-то шляпу с головы. А в Луганске над тобой летают пули, И они не долетают до Москвы. Здесь привыкли рассуждать о наболевшем И прикидывать, кто прав, кто виноват. Ну, а ты сидишь под зданием сгоревшим, И с тобою только Бог и автомат. Знаешь, Леха, а в столице мало Бога, Здесь все больше разговоров про рубли. И ребята в форме выглядят убого На полотнище Хорбатского доли. Ну да Бог с ним пусть рисует, как умеет, Деловому и воздастся по делам. Там, в Луганске, это смысла не имеет, Там давно не реагируют на хлам. Знаешь, Леха, а в Москве сегодня тучи. Говорят, что по прогнозам будет дождь. Впрочем, дождь в каком-то смысле даже лучше. Если долго у окна кого-то ждешь, Если знаешь, что природа увиданья Все же кончится расцветом по весне, Если веришь, что минуты ожидания Удлинят минуты жизни на войне. Знаете, если для журналиста В первую очередь это блокнот, Это ручка, это диктофон, это камера, То для автора-исполнителя В первую очередь это гитара. Поэтому как бы в продолжение К третьему тосту Я бы хотела вам спеть песню памяти В памяти всех ушедших бардов, Авторов, исполнителей и поэтов. Называется она «Когда меня не будет». А когда меня не будет? Что с моей гитарой будет? Вдруг ее чужие люди Запихнут на антресоль И завалят, чем придется Благо хлам всегда найдется И струна на ней порвется И моя утихнет боль А когда меня не будет? Что с моей песней будет? Вдруг ее чужие люди Перехватят, как пароль И исполнят, как придется Но мелодия прервется И уйдет, и не вернется И моя утихнет боль А когда меня не будет? Что с твоей душой будет? Вдруг ее чужие люди Изведут под самый ноль Не размахивай руками Подойди к оконной раме Я коснусь тебя крылами И твоя утихнет боль И моя утихнет боль А когда меня не будет? Что с твоей душой будет? А когда меня не будет? Что с моей песней будет? А когда меня не будет? Что с моей гитарой будет? А когда меня не будет? Спасибо огромное И вот мы с мужем хотели бы закончить Вот этот такой наш как бы мини-блог Нашего выступления Неким подарком для вас Андрюш Поговорим? Мы любим писать Мы любим писать песни вместе У нас это как бы Некое развлечение такое И они пишут так Антош, чуть-чуть То есть одна строчка один Другая строчка другой Какая-то музыка наигрывается И когда нас спрашивают А кто автор? Мы говорим мы А кто автор слов? Мы не знаем кто Ну иногда в настроении Все знают, что такое драффиш Такое настроение Что такое пишется Поговорим Мы кстати в уникальном месте находимся Вот тут когда выходишь Там сразу справа доска почета На доске почета вместо Имен, вместо фотографий Три стихотворения Полковника, милиции Отставки Передойников Стихи на доске почета О-ля-ля-ля Дорогого стоит Я прочитал Хорошо Ну запросто Можем Поговорим 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 Что не поговорить Слова Как сигаретный дым Их хочется курить Они плывут под потолком На миг сгущаясь, но Их выдувает сквозняком В открытое окно Их выдувает сквозняком В открытое окно Как ты напыщен на речи Стоя Молчу как мышь И воздух бледно-золотист Когда ты говоришь Как будто за окошком Крыма Вовсе не Москва Поговорим Поговорим Я так люблю слова Поговорим Поговорим Я так люблю слова Поговорим Поговорим Об этом И о том Про Рождество И про бурим Про кавку И кусток Пусть за окном Разгул стихи Не надо мне Огня Укутай В мысли Стихи Замерзшую Меня Укутай В мысли Стихи Замерзшую Меня Ты мой Дэм Мой Третий Рим Четвертому Не быть Слова Как сигареты Их хочется Курить Они плывут Под потолком На миг Сгущая сено Их выдувает Сквозняком В открытое окно Их выдувает Сквозняком В открытое окно Поговорим Поговорим Я так люблю Я так люблю Слова Спасибо огромное, я предлагаю наполнить ваши рюмочки И выпить за поэзию, за эпистолярный жанр, за слова Наполняйте, а мы потихонечку будем присылать Кстати, тоже член Мологодского землячества Но удивление совершенно Здесь встретились, случайно Поэтому мы хотим подарить вам книги С разрешения Виктора Михайловича его авторских И нашей редакции Это председатель нашего совета ветеранов Присоединяйтесь, да, будете посередине гостями А вот он Виктор Михайлович, вы нам подпишите книгу Если у него перо найдет Давайте поблагодарим наших новых друзей Авторов, исполнителей Замечательных людей Жизнерадостных, веселых Которые приехали нас поддержать Исполнить песни такие замечательные Повысить наше настроение Процент нашей жизнерадостности В этот не очень такой солнечный день Поэтому благодарим Шапкину Галину Большое вам спасибо И Суроглазу Андрею У меня есть предложение Я у меня есть предложение Шапкину вред коллегами Спасибо